Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим воду, как сырьё пивоваренного производства. Вода в пивоваренной промышленности очень важное сырьё, благодаря своему влиянию на качество пива и её широкому использованию в пивоваренном производстве. Производственная вода используется в солодовне, котельной, для охлаждения сусла в холодильниках и в конденсаторах холодильных машин, для мойки и чистки, главным образом в бородильном и лагерном отделениях. А также в умоечном и разливочном отделениях. Характерно, что для приготовления пива требуется небольшая часть воды по отношению к общему количеству потребляемой воды, которая в 10 и более раз превосходит производство пива в год. Общий расход воды на 1 кубометр пива может составлять от 20 до 25 кубометров. Вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, без вреда по химическому составу и обладать качествами питьевой воды, быть прозрачной, бесцветной, без запаха и привкуса. В чистой природной воде всегда содержатся растворимые соли, которые оказывают влияние на вкус пива, а также на ферментативные процессы. Для производства пива очень важен солевой состав и от него в значительной мере зависит вкус пива. Содержание солей можно скорректировать с соответствующей обработкой. В хорошей воде не должны присутствовать такие вещества, как натрий-HCO3, NH2CO2, HNO3. Для питьевой воды существуют ограничения по микробиологическим, токсикологическим показателям и по компонентам, ухудшающим ее органолептические свойства. Общее микробное число, то есть число микроорганизмов в 1 кубическом сантиметре не должно превышать 50. Бактерии группы кишечных палочек в 100 кубических сантиметрах должны отсутствовать. Безвредность природной воды по вредным химическим веществам и веществам антропогенного происхождения следующее. В ней должно содержаться не более. Все цифры приводятся в миллиграммах на кубический дециметр. Далее в видео я буду говорить либо кубический дециметр, либо литр, что одно и то же. Итак, не более. Алюминий 0,5, бария 0,1, бериллия 0,302, бора 0,5, кадмия 0,201, мышьяка 0,05, меди 1, молибдена 0,25, никеля 0,1, ртути 0,305, свинца 0,03, сирена 0,01, стронция 7, фторидов 1,2, 1,5, хромы 0,05, цианидов 0,035. В процессе обработки воды в системе водоснабжения допустимо поступление вредных веществ не более миллиграмм на кубический дециметр. Хлороформа при хлорировании 0,2, формальдегида при озонировании 0,05, полиакриламида 2, активированные кремни кислоты 10. Компонентов ухудшающих органолептические показатели воды должно быть не более миллиграмм на кубический дециметр. Железо 0,3, марганца 0,1, меди суммарно 1, сульфатов 500, хлоридов 350, цинка 5, нитратов 45, полифосфатов 3,5, озона остаточного 0,3, хлоростаточного свободного 0,3, 0,5, связанного 0,8, 1,2. Присутствие солей железа в больших количествах нежелательно, так как они взаимодействуют с полифенольными веществами сырья и ухудшают цвет и вкус пива. Общая альфа-радиоактивность должна быть не более 0,1 беккерель на дециметр в кубе. Общая бета-радиоактивность не более 1 беккерель на кубический дециметр. Растворенные в воде соли кальция и магния характеризуют ее жесткость. С 1 января 2014 года в России введен межгосударственный стандарт ГОСТ 31865-2012. Вода. Единицы жесткости. По этому ГОСТу жесткость выражается в градусах жесткости. Так и пишется. Градусы большая буква Ж. 1 градус жесткости соответствует концентрации щелочноземельного элемента, численно равной 1,2 его миллимоля на литр. 1 единица жесткости равна 1 миллиграмм эквиваленту на литр. Если же мы хотим перевести это в миллимоле, то, допустим, у нас раньше измерялось именно в миллимолях. И тогда 1 миллимоль на дециметр в кубе жесткости соответствует содержанию 40,08 кальций 2+, или 24,32 миллиграмма магний 2+, в одном литре воды. А 1 единица измерения 1 миллиграмм эквивалент на дециметр в кубе соответствует 20,04 миллиграмм кальций 2+, или 12,16 миллиграмм магний 2+, в одном литре воды. Но далее в этом видео мы будем придерживаться нового ГОСТа. И я буду говорить про единицы жесткости в градусах жесткости. Чтобы мы с вами вместе к этому привыкали. Несмотря на то, что этому ГОСТу уже 8 лет. Итак, жесткость различают временную, постоянную и общую. Временная карбонатная устранимая жесткость обуславлена присутствием растворимых в воде гидрокарбонатов. Кальций HCO3 дважды и магний HCO3 дважды. Которые при кипячении переходят в нерастворимые в воде карбонаты. Кальций CO3 и магний CO3 в соответствии с этими формулами. Карбонаты выпадают в осадок. Диоксид углерода улетучивается и вода умягчается. Постоянная жесткость, не карбонатная, характеризуется содержанием сульфатов, кальция и магния, хлоридов, нитратов и других, кроме гидрокарбонатов, солей. При кипячении эти соли остаются в растворе. Общая жесткость слагается из временной и постоянной. По жесткости воду классифицируют следующим образом. До 1,5 градусов жесткости очень мягкая. 1,5-3 мягкая. 3-4,5 средней жесткости. 4,5-6 довольно жесткая. 6-10 жесткая. И больше 10-ти очень жесткая. Общая жесткость питьевой воды должна быть не более 14 градусов жесткости. А требования технологий более строгие. Жесткость воды, используемая для приготовления пива, не выше 6. Органические соединения, содержащиеся в воде, определяются количеством кислорода, требуемого для их окисления. Этот показатель характеризует окисляемость перманганантная, которая должна быть не более 5. Общая минерализация сухой остаток не выше 1 грамма на литр. Свойства воды. Соли, содержащиеся в воде, влияют на вкус, аромат, цвет, органолептические показатели пива. То есть, они химически активны или химически неактивны, в зависимости от их способности реагировать с солями солода. Химически активные влияют на изменения PH затора. Это карбонаты и сульфаты кальция, магния, натрия и калия. Хлориды кальция и магния. Карбонаты и особенно гидрокарбонаты. Натрий-2-СО3, натрий-Х-СО3, кальций-СО3, кальций-Х-СО3 дважды, магний-СО3, магний-Х-СО3 дважды, калий-2-СО3, калий-Х-СО3. Обладая щелочными свойствами, понижают кислотность пивного затора, что отрицательно сказывается на последующих стадиях приготовления пива. Сульфаты и хлориды кальция придают пиву полноценную и тонкую хмелевую горечь. Магния терпкий вкус. Натрия – быстро исчезающую хмелевую горечь. Хлорид ионы придают определенную сладость. Некоторые вещества влияют на ход технологического процесса, как, например, нитрит ионы. В концентрации более 2 мг на сантиметр в кубе они являются ядом для дрожжей, на которые также отрицательно влияет медь. Присутствие силикат ионов после их взаимодействия с ионами кальция и магния вызывает оксалатное помутнение пива. Для приготовления светлых сортов пива используют в основном мягкую воду. Для темного пива жесткость может быть выше. Некоторые специалисты считают, что для светлого пива должна иметь карбонатную жесткость около 0,8 и некарбонатную 0,4-0,8 градусов жесткости. Для темного пива карбонатная жесткость от 3 до 4,8 градусов жесткости, а некарбонатную – незначительную. В жесткой воде хмель дает более грубую горечь, цвет сусла получается более темным. Далее рассмотрим технологию подготовки воды, используемой для приготовления пива. Перед использованием воду фильтруют и при необходимости хлорируют, избегая при этом получения избытка хлора. Перед хлорированием из воды должны быть удалены органические вещества, так как могут образоваться вредные хлорорганические соединения. Воду можно обеззараживать микрофильтрованием, хлорированием, озонированием или обработкой перекисью водорода. Для снижения жесткости применяют несколько способов кипячения, подкисления, известкования и обработку ионитами. При наличии в воде карбоната натрия, натрий-2-СО3 и бикарбоната магния, магний-Аш-СО3 дважды, кипячение воды неэффективно. Так как натрий-2-СО3 при этом полностью остается в растворе и образующийся магний-СО3 удаляется не полностью. Содержащийся в воде карбонат натрия можно осадить хлористым кальцием, вот по этой формуле. Соли магния придают пиву неприятный горький вкус и для их осаждения применяют известкование, добавляя кальций-ОАш дважды. При этом более растворимый магний-СО3 реагирует с кальций-ОАш дважды, образуя почти нерастворимый магний-ОАш дважды. Растворимость магний-ОАш дважды в 7 раз меньше растворимости магний-СО3. В воде, предназначенной для пивоварения, желательно иметь небольшое количество карбонатов до 50 мг на литр. Умеренное количество гипса кальций-СО4 и натрий-хлор, соответственно 150-300 и 75-100 мг на литр. Содержание магниевых солей должно быть не более 100 мг на литр, а азотно-кислых солей не более 30. Способы улучшения состава воды. Если вода не удовлетворяет технологическим требованиям для производства пива, то в зависимости от её состава применяют следующие способы водоподготовки. Термический, юнобменный, обратноосматический и электродиализный. Рассмотрим термический способ водоподготовки. Термический способ. Жёсткую воду подвергают умягчению нагреванием. При температуре кипения происходит разложение гидрокарбонатов с образованием почти нерастворимых в холодной воде карбонатов и выделением диоксида углерода. Наиболее полная реакция протекает при быстром удалении СО2, что наблюдается при кипячении воды с применением перемешивания и продувания воздухом. Гидрокарбонат магния значительно медленнее и не полностью распадается с образованием карбоната магния, растворимость которого повышается при охлаждении воды. Для удаления карбоната магния рекомендуют горячее фильтрование. При продолжительном кипячении карбонат магния гидролизуется с образованием малорастворимого гидроксида магния. Этот способ даёт положительный эффект в случае превышения содержания в воде ионов кальция и магния над гидрокарбонат-ионами. Эффект умягчения и расход пара зависит от состава воды. Д-карбонатация известью. Обработку воды проводят гидроксидом кальция, который получают из свежеобожжённой извести после её гашения. Гидроксид кальция при обычных температурах без нагревания реагирует с солями временной жёсткости и диоксидом углерода. Образующийся при взаимодействии гидрокарбоната магния монокарбонат является легко растворимой солью. И только последующая его реакция с гидроксидом кальция позволяет получить трудно растворимые соединения кальция-СО3 и магний-ОН дважды. Следовательно, более полное удаление гидрокарбоната магния требует двойной дозы извести. Поэтому данный способ эффективен для обработки воды с высокой кальциевой и низкой магниевой жёсткостью. Для определения расхода извести необходимо знать величину временной жёсткости содержания в воде магниевых солей в пересчёте на оксид магния, магний-ОН и СО2. А в известковой воде количество активного оксида кальция, определяемого титрованием. Преимущество способа заключается в том, что он просто в исполнении и дёшев. А к недостаткам можно отнести неполное устранение временной, главным образом магниевой жёсткости. И как следствие повышение PH, а также точность дозирования извести, поскольку её избыток сильно повышает щёлочность воды. Насыщенный раствор извести готовят в отдельном сборнике. В одном литре готового раствора при температуре 20 градусов Цельсия должно содержаться 1,25 грамма кальция О. В сборник смеситель набирают воду, добавляют раствор извести. Затем смесь оставляют в покое примерно на сутки для осаждения взвесей, которые увлекают в осадок большую часть органических веществ и микроорганизмов. Повышенное количество органических веществ затрудняет осаждение. Образование осадка ускоряется при нагревании, интенсивном перемешивании, добавлении небольшого количества сульфата аммония или осадка от предшествующего умягчения. Декарбонизацию воды можно проводить в два этапа. На первом этапе добавляют расчетное количество известковой воды. На втором ее избыток для осаждения карбоната кальция и части магния. Затем воду фильтруют и направляют в запасной бак. Ионно-обменный способ. При этом способе для умягчения воды используют высокоэффективные синтетические ионно-обменные смолы, которые представляют собой высокополимерные, нерастворимые в воде органические вещества, гранулы полимерной смолы размером 0,5-2 мм, обладающие способностью похлощать из раствора ионы растворенных веществ и отдавать в раствор эквивалентное количество своих ионов. Они состоят из трехмерной пространственной сетки, матрицы, содержащей ионогенные группы. В воде активные группы ионитов диссоциируют на неподвижные, связанные с матрицей ионы, и подвижные противоионы. В зависимости от знака заряда противоионы, иониты подразделяются на катиониты, аниониты и амфолиты. В катионитах обменивающимся ионом является катион, в анионитах – анион, амфолитах – ионы обоих знаков заряда. Катиониты применяют в основном для умягчения воды и удаления других катионов, которые содержатся в небольших количествах, а анионитами удаляют из воды кислоты и кислотные остатки. Для умягчения воды используют аш-минус и натрий-катиониты, в которых катионы натрия и водорода обмениваются на катионы кальция и магния с алей жесткости. При аш-минус катионировании происходят следующие реакции. Аналогично протекают реакции с солями магния. В результате аш-катионирования соли карбонатной жесткости разрушаются. При этом выделяется свободный диоксид углерода, а вместо солей некарбонатной жесткости образуются соответствующие анионам кислоты и повышается кислотность умягченной воды. При умягчении натрия и катионировании в воде будут накапливаться гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды натрия. Вследствие образования бикарбонатов натрия возрастает щелочность воды. Качество ионитов, применяемых в пищевой промышленности, помимо отсутствия токсичности, определяется химической и термической стойкостью, механической прочностью, высокой обменной емкостью, быстрым установлением сорбционного равновесия, способностью к достаточно полной регенерации. В родильных производствах используют следующие катиониты Q1, Q2, Q2, Q2.8, Q2.8ЧС. Катионитовый фильтр представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд 2 с нижним и верхним сферическими днищами. Сосуд на две трети высоты заполнен катионитом. Внизу на бетонную подушку 4 уложено дренажное устройство 3 для отвода умягченной воды. Во избежание уноса мелких частиц катионита на дренажное устройство насыпан слой кварцевого песка 0,5-0,7 метра с размером зерен 1-2 мм. Вода на умягчение подается в фильтр сверху через устройство 1. При прохождении через слой катионита в воде протекают обменные реакции умягчения. После истощения натрий-катионит регенерируют 5-10% раствором хлорида натрия, а H-катионит 1-1,5% серной или 5-6% соляной кислотами. Ионобменный способ целесообразно использовать при содержании солей в воде до 1,5 г на литр, а при концентрации от 1,5 до 10 г на литр экономически оправдан электродиализный способ. Электродиализ представляет собой перенос ионов через ионитовые мембраны под действием приложенного к ним электрического поля. Ионитовые мембраны изготавливают из смеси измельченного ионита и связующего материала – полиэтиленополистирола. Ионитовые мембраны из-за наличия в них ионогенных групп являются электрохимическими активными и обладают ионной селективностью. Ионогенные группы основного характера позволяют рассматривать мембрану как неподвижный поликатион, диффузный слой которого насыщен подвижными анионами. Такая мембрана анионопроницаема. И наоборот, если группы кислотного характера, то мембрана представляет собой полианион и является катионопроницаемой. В электродиализном аппарате катионитовые и анионитовые мембраны чередуются, образуя обессоливающие, делюатные и концентрирующие рассольные камеры. На предприятиях по производству пива в основном используют электродиализную обработку воды, технологическая схема которой представлена на экране. Вода подлежащей обработке поступает на фильтр предварительной очистки 1. Из него отфильтрованная вода четырьмя параллельными потоками через ротометры 3 подается в электродиализный аппарат 4. Фильтр пресного типа с горизонтальным расположением рабочих камер. Сверху и снизу аппарат ограничен прижимными плитами. За ними расположены распределительные плиты для распределения рабочих и промывных потоков. Аппарат имеет два электрода, между которыми размещены электродные камеры для промывки электродов. Камеры опреснения и концентрирования, разделенные в чередующиеся последовательности анионитовыми и катионитовыми мембранами. Вода из одного ротометра поступает на промывку верхней электродной камеры, а из другого нижней. В двух потоках идут обессоливание и концентрирование воды, причем ее химический состав зависит от напряжения электротока и давления питающей воды. А проясненная и техническая вода через вентили 5 направляется в сборники 6 и 7. При повышении давления воды сверх заданных пределов, электроконтактный манометр 2, связанный с системой блокировки, отключает электропитание аппарата и насоса. Этот способ водоподготовки применяют для обработки воды с содержанием солей более 1,5 грамм на литр. Он позволяет снизить щелочность воды в 2-3 раза, жесткость в 2,5-3 раза, PH на 0,5-1,5 и удалить нежелательные примеси. Способы обеззараживания воды Технологическую воду для производства пива, для удаления болезнетворных бактерий, содержащихся в ней, обеззараживают фильтрованием через керамические обеспложивающие фильтры, хлорированием и гораздо реже озонированием, воздействием ультрафиолетовых лучей или обработкой ионами серебра. Фильтрование воды через керамические обесплуживающие фильтры. Керамический фильтр представляет собой цилиндрический сосуд со сферическим днищем и крышкой. Между корпусом и крышкой закреплена решетка 1, в которой установлены фильтрующие патроны 2 из пористой керамики с размером пор не более 1,57 мкм. Фильтрующие элементы ежедневно очищают обратным током воды при избыточном давлении 0,03 мегапаскаль. И через 2 недели проводят дезинфекцию раствором перманганата калия. Дезинфицирующий раствор выдерживают в фильтре от 10 до 12 часов. Хлорирование воды. Этот химический способ обеззараживания воды основан на бактерицидном действии кислорода. Для хлорирования используют газообразный хлор или водный раствор хлорный, белильный извести. Представляющий собой смесь гипохлорида кальция, кальций-О-хлор-2, калорида кальция, кальций-хлор-2 и гашонный извести кальций-О-Аш дважды. При распаде гипохлорида кальция выделяется свободный хлор. При растворении хлора в воде образуются хлорноватистые и соляные кислоты по уравнению. А при распаде хлорноватистой кислоты отщепляется атом кислорода. Соляная кислота взаимодействует с бикарбонатами, образуя нейтральные соли. В результате возрастает постоянная жесткость воды. Доза хлора зависит от количества микроорганизмов, а также от PH, жесткости воды, и содержания в ней органических веществ. И колеблется от 0,33 до 2 мг хлора на 1 литр воды. Продолжительность контакта хлора с обеззараживаемой водой должна быть не менее 1 часа. При наличии микроорганизмов, образующих споры, дозу хлора и продолжительность обработки воды увеличивают. Хлорирование воды газообразным хлором осуществляют дозированием его с помощью газодозаторов и последующего введения в водопроводную трубу. При использовании хлорной известии ее вначале растворяют в небольшом количестве воды. Затем полученный раствор добавляют ко всей массе воды, перемешивают и выдерживают. Преимуществом хлорирования воды является быстрое действие хлора и простота оборудования. Недостатком то, что остаточный хлор придает воде характерный привкус. А продукты его реакции с веществами типа фенолов – хлорфенольный запах. Кроме того, воду с высоким содержанием хлора нельзя использовать для обработки пивных дрожжей. Для полного удаления остаточного хлора воду подвергают дехлорированию, пропуская ее через фильтр с активным углем. При этом протекает следующая реакция. В результате адессорбции активным углем из воды ряда веществ одновременно улучшается цвет и вкус воды, устраняется запах. Аналогичное бактерицидное действие оказывает озон. На экране представлена технологическая схема хлорирования воды. По этой схеме вода, в зависимости от количества, может сразу направляться для умягчения или предварительно очищается от взвешенных частиц. По трубопроводу, снабженному манометром 6, вода мерам 7 и обратным клапаном 8 вода подается на осветлительный фильтр 5. Затем на один из H-катионитовых фильтров 10. Чистая вода, не содержащая взвешенных частиц, может направляться непосредственно на умягчение. В баке 11 готовят раствор хлорной извести, который непрерывно подают насосом-дозатором 12 в трубопровод для воды. В контактном резервуаре 13 при концентрации активного хлора в воде от 8 до 10 мг на литр происходит обеззараживание воды. Затем на угольном фильтре 14 дехлорирование и на керамическом свечном фильтре 15 осветление. Серную кислоту, предназначенную для регенерации катионита из цистерны 1, насосом 2, подают в сборнике для хранения 3. Затем тем же насосом кислота перекачивается в мерник 4 для приготовления рабочего раствора и через эжектор 9 на катионитовые фильтры. Эта схема подготовки обеспечивает получение биологически чистой воды с невысокой жесткостью. Требования к воде после водоподготовки. Вода, предназначенная для пивоварения, должна соответствовать следующим требованиям. Показатели в градусах жесткости. Общая жесткость 2,4, щелочность 0,5-1,5, кальций 2,4, магний следы. Далее показатели в миллиграммах на литр, не более. Сухой остаток 500, железо и марганец по 0,1, алюминий 0,5, хлориды 100-150, сульфат 100-150, нитраты 10, цинк 5, кремний 2, медь 0,5. Окисляемость не более 2 мг, о 2 на литр, PH 6-6,5. В воде не должно содержаться нитритов, а сероводороды и аммиака может содержаться ничтожно малое количество, точно не устанавливаемое принятыми методами анализа. В этом видео мы с вами рассмотрели подготовку и требования к качеству воды при производстве пива. Благодарю вас за внимание. В следующем видео мы начнем с вами уже конкретно рассматривать пивоваренное производство. И начнем мы с приготовления охмеленного сусла. На разбор этой темы мы потратим не одно, а несколько видео. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе выхода этих новых видео. Поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления, когда эти видео выйдут на канале. Поделитесь вот этим видео с вашими знакомыми, которым оно могло бы быть интересно. Может быть они занимаются домашним пивоварением. Или у них крафтовая пивоварня, им было бы интересно узнать про производство пива. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Продолжение следует...